Всем привет! Вы смотрите подкаст «Сортировочный», и сегодня у меня в гостях микробиолог Дмитрий Алексеев. Обязательно досмотрите это видео до конца, оно очень интересное. Также не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. А мы начинаем. Дмитрий, спасибо, что пришел. Да, привет. Спасибо, что пригласили. Вот, я давно очень хотел с тобой пообщаться. Все наши подписчики знают, насколько важно биоразнообразие для нашей планеты, но также важно биоразнообразие внутри нас. Расскажи, пожалуйста, что это вообще значит и как это важно для нашего здоровья. Да, слушай, тема на самом деле крутая и особенно здорово, что мы уже понимаем, что биоразнообразие в окружающей среде важно. И когда мы смотрим на наше тело, фактически это такая маленькая планета, ее жители — это микробы, микроорганизмы, бактерии, вирусы, грибы. Оказывается, что их разнообразие, представленность видов точно так же важна, как и в любом лесу, джунглях и так далее. И это делает весь этот мир, всю эту экосистему. Или мы говорим про человека холобиом, то есть он и всех его жителей гораздо более устойчивым, гораздо более способным к выживанию. То есть для нас лично внутреннее биоразнообразие — это, собственно, долгое здоровье, счастливая жизнь. И даже сейчас мы начинаем понимать, что такое более ясное ментальное состояние. То есть мы — это как такая модель природы, каждый человек. И в этой природе есть свои хищники, свои травоядные, есть какие-то жители, которые... Да, 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 абсолютно. Каждый выполняет свою функцию. Абсолютно так. Мне больше всего нравится метафора города. Я очень много по России путешествовал, и можно себе представить такой разнообразный город, как Москва, где разные нации, разные профессии, разные социальные слои, и представить какой-нибудь моногород. И понятно, что моногорода, они более способны к вымиранию, потому что все умеют делать только что-то одно. И когда ресурс заканчивается или что-то меняется, этот город гораздо хуже приспосабливается. Точно так же и у нас в кишечнике здоровое разнообразие кишечника — это такой набор микробов, который способен переварить любую практически пищу. Мы люди, мы всеядные, мы можем там и мясо есть, и разные растения. Эволюционно нам нужно было огромное разнообразие наших жителей, потому что и природа менялась, и сезоны менялись, и в зависимости от этого мы могли питаться совершенно разной едой, начиная от высококалорийной какой-то мясной пищи, заканчивая просто корешками, веточками и палочками. И вот как раз микробы помогали нам переваривать то, что нам самим переваривать сложно. Что произошло за последние 100-150 лет? Наше питание изменилось драматически, особенно за последние 30 лет. У нас еда вся достаточно однотипная, и хотя мы видим совершенно разные упаковки в магазине, количество ингредиентов небольшое, и то, что называется еда процессированная, то есть она предобработанная на заводе заранее. Мы, когда планировали производство питания, 30 лет назад создавали индустрию, мы не думали о микробах, то есть мы на самом деле в еду не заложили пищу, питание для наших микробов. Мы 100 лет с ними последние боролись, потому что до сих пор, спроси большинство людей, они скажут, что микробы – это плохо, потому что это про болезни что-то такое, про то, что еда портится. Но на самом деле выясняется, последние 20-25 лет исследований, которые, в общем-то, и возникли, потому что врачи стали обращать внимание на растущую статистику хронических заболеваний, то есть неинфекционных заболеваний, ожирения, диабет, нейродегенеративные, то есть всё, что происходит с мозгом, со старости. Стали обращать на это внимание, сравнивать людей, которые не болеют и болеют, и оказалось, что те люди, которые не болеют, у них в первую очередь совершенно другое разнообразие микробов. И вот это послужило таким отправным пунктом, таким толчком для изучения микробиома. Сейчас мы понимаем, что забота о микробах должна быть в основе… Но если мы хотим к себе экологично относиться, к нашему здоровью, то мы должны понимать какие-то простые правила, а что с ними делать и что с ними не делать. Ну расскажи, пожалуйста, поподробнее, кто это такие, кто живёт в нашем городе. Ага, ну да, это прямо мегаполис. Нужно понять, что пищеварительный тракт, он такой длинный и разнообразный, и во рту, в желудке, и в тонком кишечнике пищеварение обеспечивается нашими ферментами, в первую очередь, и желудочный сок, и ферменты поджелудочные, в слюне даже есть ферменты. А вот последняя часть пищеварения, последняя половина по времени, 12 часов, это забота в толстом кишечнике наших микробов. Если посмотреть с точки зрения биологии, кто это такие, в основном это бактерии, хотя там есть и вирусы, и немножечко грибов, и в основном эти бактерии, они и отвечают за то, чтобы переварить то, что мы своими ферментами переварить не можем. У нас ограниченный геном, мы в этот геном можем положить только какое-то количество ферментов, соответственно, если у нас есть 100, 200, 300, там, 1000, до 1000 видов, мы сейчас оцениваем в кишечнике, то, соответственно, их возможности генома в 10 или даже в 100 раз больше, то есть они фактически такая дополнительная часть нашего завода, которая помогает нам ещё лучше усваивать то, что может прийти снаружи. И вот эти микробы, ну, наверное, основная их задача эволюционно была в том, чтобы помочь нам адаптироваться к растительному питанию в первую очередь, и это растительное питание, фактически у нас в кишечнике происходит ферментация, нам это слово знакомо, потому что мы там все когда-то в детстве с бабушкой квасили капусту, процесс, собственно, который происходит в кишечнике, он очень похож на то, что происходит в банке с квашенной капустой, то есть микробы переваривают пищевые волокна, выделяют различные кислоты, и сейчас оказывается, что эти кислоты очень важны для питания нашего кишечника, для нормального состояния нашей иммунной системы, то есть она сама оцифровывает то, что происходит в кишечнике, если там достаточное количество, собственно, результатов этой ферментации, этих кислот, жирных кислот, органических кислот, тогда наша иммунная система считает, что с нами всё в порядке, если мы наших микробов не докормили или по какой-то причине у нас этих микробов не хватает, система иммунная тоже это чувствует, она понимает, что ферментации недостаточно, и её реакция на это называется воспаление, то есть она переключается в режим, когда она начинает искать в нашем теле врага, если это происходит с нами недолгое время, месяц-два, с этим нет никакой проблемы, но когда это растягивается на годы или десятилетия, то вот это хроническое воспаление, как мы сейчас понимаем, лежит в основе или является фактором мощным для всех возрастозависимых, неинфекционных, хронических заболеваний, то есть мы можем теперь точно сказать, что ожирение, оно не только от того, что мы много калорий едим и мало двигаемся, это ожирение также, например, связано с тем, что воспаляется ткань, то есть сигнал воспаления от кишечника доходит до жировой ткани, она становится метаболически неактивной, то есть она не может уже переваривать этот жир, не может включиться в процесс метаболизма, соответственно, если мы хотим отмотать историю назад, нам нужно начинать не с пробежки, а с заботы о том, что происходит в кишечнике, и мы начинали 20 лет назад с ожирения в этой науке, а сейчас мы фактически с любым заболеванием проделали этот набор экспериментов с животными, с людьми и увидели, что забота о микроэкологии кишечника, то есть нашего населения, собственно, она приводит к тому, что человек там дольше находится в ремиссии, меньше последствий заболевания и так далее. Как влияют наши микроорганизмы на наше здоровье и на заболевания хронические? В принципе, механизм достаточно понятен, но ты сказал, что и так же это влияет на ментальное наше здоровье, что меня, честно говоря, удивило. Слушай, здесь есть две стороны, одна сторона это негативное влияние и опять же все берется из наблюдений. Каждый раз, когда мы берем людей с чем-то похожим на заболевание, мы можем говорить здесь про аутизм или можем говорить про депрессию, мы все время видим отличия в микроорганизмах. И когда стали копать глубже, наверное, сейчас самое яркое проявление вот такого недостатка микробов и недостатка в ментальном состоянии это состояние тревожности, стало понятно, что микробы являются топливом для нашей нервной системы, то есть не сами они, а они производят что-то, что используется в нашей нервной системе, и когда их работа не соответствует, скажем так, нашему эволюционному дизайну, тогда человек начинает испытывать трудности. Есть такое слово нейромедиаторы, то есть это молекулы, которые от одного нейрона к другому нейрону передают сигналы, либо сигнал, который тормозящий, активность этого нейрона притормаживает, либо сигнал, который возбуждающий, тормозящий, например, гамаминомасляная кислота, возбуждающие, нам известны слова, серотонин и дофамин. Оказывается, что уровни этих нейромедиаторов в нашем организме напрямую связаны с тем, как мы питаемся и с тем, собственно, что делают наши микробы. Суперинтересно здесь, что на сегодняшний день компании или институты по всему миру собственно дошли до точки, где они могут производить микробов, как пробиотики в таблетках, которые достоверно в клинических исследованиях снижают чувство тревожности, помогают бороться с депрессией, то есть это действительно работает. Механизмы в первую очередь завязаны на том, что микробы помогают нашему телу производить вот ту нейрохимию, так ее назовем. Ну, мне, скажем, как человеку, который в исследовательской части находится и сам заинтересован в собственном здоровье, особенно интересна тема расширения нашей психической и нервной и ментальной деятельности. То есть, а может быть, вопрос не только про то, что там можно не грустить и быть более энергичным и иметь там больше жизненной энергии и мотивации, а может быть, мы можем расширить свои способности в креативности. и поскольку занимаюсь тоже умственным трудом, все время с собой экспериментирую, точно могу сказать, что забота о микробах, она дает знать о себе на вот таком ментальном уровне и действительно, делая какие-то простые вещи по поводу кишечника, совершенно там не относящиеся, казалось бы, к тому, как работает наш мозг, можно держать себя очень долго на более высоком уровне мышления, таких вот ментальных способностей. Понятно, это суперинтересно. Правильно понимаешь, что когда мы едим что-то вкусненькое, то мы не сами получаем дофамин, а мы де-факто кормим бактерии, и благодаря этим бактериям мы получаем этот дофамин. Слушай, ну, если прямо вот вкусненькое и сладенькое, то здесь, конечно, в первую очередь мы себя радуем, то есть, все, что быстро усваиваем, и все, что с быстрым эффектом, оно обгоняет микробов. Микробы любят играть в долгую, да, то есть, там, какую-то съесть, знаешь, там, мощную кашу, да, с утра, которая такая будет, прямо пробиотическая, то вот это чувство после обеда очень высокого такого настроя, желания что-то делать вместо усталости и сна, вот это будет как раз работа микробов, то есть, нужно сказать, что все быстрые эффекты, которые мы получаем от нутриентов, БАДов, там, любой химии или еды, это все про то, как работает наше тело. Микробы обычно вступают в работу через 6-12 часов, да, и это эффект такой более продолжительный, и особенно интересно с ними играть в долгую, да, то есть, там, на год, на десятилетие и сравнивать вот эти вещи. Немного сложно для науки, потому что нам быстрый эффект обнаружить гораздо легче, гораздо проще, там составить исследования, но в целом, наблюдая за людьми, мы и видим такую разницу, у меня очень много есть собственных наблюдений, мы отправлялись в экспедиции к диким народам, которые живут вообще вдали от холодильников и супермаркетов, я очень общаюсь много с сообществами, которые, как профессиональные сообщества, например, людей, которые ферментируют, и я замечаю, насколько у них другое, такое очень плавное, спокойное отношение к жизни, при этом, там меньше такие психоэмоциональные скачки, и в целом, люди испытывают, кажется, больше радости. Ну вот, если все бактерии из коров исчезнут, то коровы погибнут, они не смогут переваривать траву, выделять метан, наш любимый, а если исчезнут бактерии из человека, мы погибнем, и какую пищу мы сможем переваривать сами? Ну, таких нечеловеческих экспериментов с людьми мы не проводили, на модельных животных мы действительно можем получить животное без микробов, и самое интересное, что у этого животного в первые, скажем так, фазы развития происходит очень сильное отставание от сородича, у которого есть микробы, то есть хуже развиваются все системы, и мышечные, и нервные, это животное гораздо короче, гораздо меньше живет, у него хуже с разными когнитивными способностями, и примерно то же самое мы начинаем видеть у людей, если мы таких людей наблюдаем, опять же, здесь у нас есть простые примеры какой-то статистики про детей, например, мы знаем, что дети, рожденные кесаревым сечением, то есть они не проходят через родовые пути, они не получают от мамы необходимую флору для заселения, они заселяются флорой из кожных покровов, это неэволюционная, скажем так, технология, они уже, если мы просто возьмем реестр детских заболеваний, то есть нам не нужно даже делать никакую микробиологию, просто посмотрим, вот детки родились там, не знаю, в 90-м году, кто из них был кесаренок, кто был не кесаренок, и посмотрим, в 95-м году, обычно такая технология, там, пятилетний срок берется, как много детей болеет астмой, мы увидим достоверно, что дети, рожденные кесаревым сечением, они чаще болеют астмой, и это тоже заболевание связано с дисфункцией иммунной системы, про прям, знаешь, отставание в развитии, что у них хуже, результаты в учебе, мы таких данных не видим, потому что, ну, способов получить хороших микробов или потерять хороших микробов еще очень-очень и очень много, но в целом я уверен, что наша современная практика питания, особенно то, с чем сталкиваются современные дети, которых мы еще пока не можем оценить в исследовании, да, то есть те, которые живут прям вот в текущем современном мире с большим количеством простых углеводов, с небольшим количеством питания, с большим количеством веществ, токсичных для микробов, мне кажется, что когда им будет 20 лет, то у них будет гораздо больше проблем со здоровьем, там как детское ожирение, мы видим, оно уже растет, и у них будет очень много сложностей когнитивных, то есть способность удерживать внимание как одна из таких когнитивных выдающихся способностей человека, она не только зависит от того, сколько он гаджетами пользуется, но зависит от того, какой у него есть ресурс нейромедиаторов, вот скорее всего у наших детей, текущих, вот которые сейчас растут, в среднем эта способность будет хуже, и мы живем немножко в тот мир, где, ну, возможно, эти дети будут иметь меньше способностей при поступлении в институт, когнитивных, чем те ребят, с которыми мы с тобой поступали в институт. Ну, хорошо, наши бактерии, то есть жители нашего мегаполиса нужно охранять, нужно кормить, а что нужно делать, чтобы их развивать? Слушай, ну, это как со спортзалом, да, здесь важно упражнение, мне нравится выражение, функция тренирует орган, да, если мы представим микробиом, как действительно органы и врачи, так про него сейчас и говорят, то нужно давать ему возможности для упражнения, точно так же, как мы там даем разные веса или занимаемся закаливанием, нужно давать стресс новизны для этого органа, то есть давать ему разнообразное питание в первую очередь, не знать, что надо там раз в год пить антибиотики, чтобы прокачать своих микробов, совсем нет, достаточно просто соблюдать какие-то правила разнообразия сезонности в питании, и это уже очень много, то есть если сравнить двух подрастающих, скажем так, больших макроорганизмов, один из которого будет всю жизнь есть простые там круассаны и булочки, другой будет есть разные семечки бобовые и всё, что там на грядке выросло, и всё, что мам с папой или бабушка заготовит на зиму в виде заквасок, то вот тот ребёнок, который будет сталкиваться с большим разнообразием, его микробиом будет более прокачан и, соответственно, более разнообразен и с точки зрения экологии к нам из экологии как подарок пришла вот эта тематика, что большое разнообразие делает всю экосистему более устойчивой. То есть может быть в моменте они будут даже функционировать одинаково хорошо, но если мы теперь представим какой-то стресс в виде, например, эпидемии, простуды, не обязательно должен быть какой-то лютый ковид, а простое вирусное заболевание, оно каждого из нас выбивает, то есть оно портит взаимоотношение нашего микробиома с нами, потому что вирусы развиваются в клетках кишечного эпителия точно так же, на ковиде мы это очень тоже ярко видим, и нарушение связи микробов с нашим организмом, опять же, ковид ярко продемонстрировал все вот эти постковидные истории, это не про вирус как таковой, а мы сейчас понимаем, что это связано именно с тем, что интерфейс, наша слизистая, перестала правильно взаимодействовать с микробиомом, и у людей там апатия, депрессия, нехваток сил, вот синдром хронической усталости, очень похоже на то, что человек перестал правильно общаться со своими микробами, ну и понятно, если он ушел вот в такую дисфункцию, врачи начинают это как-то все лечить, у нас антибиотики являются таким частым препаратом выбора для лечения, антибиотики не проходят, ни один курс антибиотиков не проходит для человека без последствий, то есть мы убиваем плохих микробов, поддерживаем наш иммунитет в борьбе с ними, но вместе с водой выплескиваем и ребенка, наши собственные микробы тоже от этого страдают, и если мы оставляем после такого мероприятия лечебного своих микробов без поддержки, живем как мы жили до этого, как в среднем люди живут, то большие шансы потерять наше разнообразие, и если это происходит много раз, опять же, к возрасту 30-40 лет человек, наверное, 30-40 курсов антибиотиков пропивает, это достаточно легко себе представить, если он при этом не заботился о своих микробах, то еще высокая вероятность того, что у него уже разнообразие снижено, собственно, когда мы начинаем людей в популяции сравнивать, мы именно это и видим. Если мы берем прямо дикие племена, выясняется, что человек, который живет в гармонии с природой, не ориентируясь на магазин, это 300-400 различных источников пищевых волокон, то есть питание для микробов в год. Современный человек 70-80, наверное, за год, то есть в нашем стандартном рационе, то есть мы гораздо менее разнообразно едим, прикажущиеся разнообразности и доступности питания. Одна из историй здесь про то, что нам, знаешь, как психологически хочется дефолтироваться к чему-то стандартному, особенно в состояниях стресса, который мы испытываем в городе, нам кажется безопасно выбирать одно и то же на завтрак, обед и ужин, мы ходим в одну и ту же столовую, в одну и ту же кафе, берем, заказываем или покупаем один и тот же полуфабрикат, потому что нам с ним нормально экспериментировать, и так, как бы вся наша жизнь большой эксперимент, в этой области экспериментировать не хочется, не хочется заморачиваться, не хочется об этом думать, и в целом человек, если мы спросим или проводим опросы у городского населения, выясняется, что за неделю у него от 10 до 15 источников пищевых волокон разных, у человека с здоровым разнообразным микробиомом должно быть 30-50, 30-50 источников пищевых волокон в неделю, это значит, ты должен есть листовые, и ягоды, и грибы, и фрукты, и разные корнеплоды, и разные бобовые, и разные семечковые, и разные каши, кто из нас, скажем так, в здравом уме и без такой вот упертости в заботе о микробиоме будет этим заниматься, скорее никто, потому что нету, как бы, когда у тебя нет мотивации разнообразно питаться, когда у тебя нет такого концепции, что ты кормишь и микробов тоже в этот момент, то ты этого и делать не будешь, тебе достаточно все там полить кетчупом уже вкусно и пошел. Как понять, что у меня что-то не в порядке с бактериями? Тут моя любимая тема про какашки, от нее никуда не денешься, и я в целом, знаешь, такой евангелист того, что люди должны об этом спокойно говорить, это совершенно нормальная часть нашей жизни, и первое, конечно, на что должен человек обращать внимание, это на свой стул, это его регулярность и форма, это суперинтересно, я работал в Великобритании, и мы с клиникой проводили такой опрос, более 2000 человек, совершенно обычных людей, наверное, это соотносится с тем, что мы увидим и здесь в России, мы задали им вопрос, обращаете ли вы внимание на свой стул, 50% не обращают на внимание, знаете ли вы на что смотреть, 60% не знают, на что смотреть, люди, даже если обращают, то они и не знают, на что смотреть, с кем-то вы говорили про свой стул, больше половины взрослых людей ни с кем никогда свой стул не обсуждали, это парадоксальная история, когда маленький ребенок, у родителей тема номер один, поговорить, там, какого цвета, какого запаха, и так далее, и так далее, потом эта тема становится табуированной, если бы это было не так, если человек мог бы обратить внимание на то, что у него как-то стул не каждый день, или как-то он слишком жидкий, или наоборот, какие-то очень такие козьи шарики, он бы воспринимал это как некоторую дисфункцию, что-то у меня не в порядке, разладился стул, у меня очень много примеров, когда я со взрослым человеком разговариваю, и он мне рассказывает про свой стул, это какой-то такой разорванный, неоформленный, я говорю, слушай, ну и давно у тебя так? Он говорит, ну там с института 10-15 лет уже прошло, и мой следующий вопрос, а ты не переживаешь, что это так? Тебя это не волнует? И он говорит, ну я думал, наверное, у всех так, то это какой-то диапазон нормы, нет, это не норма, стул должен быть оформленным в виде такой классной колбаски, которая без труда покидает наш организм, если так происходит, значит у нас все в порядке и с микробами, и с питанием, если это не так, значит у нас есть какое-то нарушение, и опять же, мы можем жить с этим годами, не обращая на это внимания, и каждый год понемножечку, там по проценту ситуация будет усугубляться, 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 мы не видим резкого, резкого ухудшения состояния здоровья после нарушения стула, нарушение какого-то здоровья видимое, ощутимое, может наступить через год, через пять лет, но в целом, если мы чувствуем, что нам не хватает жизненных сил, мы плохо высыпаемся, у нас что-то не то, там на коже, она краснеет и так далее, и при этом у нас не все в порядке со стулом, то первая рекомендация пойти и наладить этот стул, как самый такой мощный биомаркер, и потом... Кому идти? идти к продавцу овощей и зелени в первую очередь, то есть увидев, что у нас что-то не то, мы идем, смотрим на свою тарелку, если там есть разнообразие еды, если там есть достаточное количество пищевых волокон, а это примерно пять порций овощей в день, порция это размером с наш собственный кулачок, опять же, большинство людей так не ест, если мы не добиваем это количество пищевых волокон добавками, которые можно сейчас в большом диапазоне приобрести, вот эти вот те самые пищевые волокна или клетчатка, это называется, если мы этого не делаем и испытываем какую-то проблему и начинаем ее лечить лекарствами, то на самом деле мы не с проблемой боремся, а с последствиями, да, мы корень проблемы отсекаем, да, мы как бы симптомы заглушаем и так далее, и так далее, очень, знаешь, яркая история, это как раз про разные кишечные проблемы, когда у человека есть воспаление в кишечнике, оно связано с тем, что не хватает микробам еды или микробы померли уже, и человек начинает пить противовоспалительные препараты, которые снимают проблему, но не устраняют ее, как бы, исходную историю, если с какой-нибудь там экологией сравнить, да, там, допустим, у нас по причине нехватки разнообразия в экологии, да, возникают пожары, и мы просто поставили везде огнетушители, вместо того, чтобы там решить проблему воды, разнообразие и так далее, и так далее. Ну, а разве нам не подсказывают микробы, что нужно есть, чтобы нормализовалась ситуация? Например, в один день я хочу съесть сэндвич, в другой день торт, разве не они управляют нашими вкусовыми предпочтениями? Крутой вопрос, я думаю, что если бы мы с тобой жили в таком информационном вакууме, мы бы очень хорошо ориентировались, и опять же, наши экспедиции к людям, которые живут в дикой природе, они показывают, что человек с детства очень хорошо ориентируется на то, что ему хочется, то, что ему нужно и так далее, он знает вкусы травок, ягодок, корешков вокруг себя, и он этим пользуется. У современного человека основной источник информации о том, что ему нужно съесть, это телевизор или медиа, ему там, оттуда вещают, хочешь быть там крутым, как я, кататься на скейте, слушать крутую музыку, пей вот это, ешь вот это, понятно, что это ничего общего не имеет с микробами, чаще всего это продукты с высоким содержанием сахара, к которым еще к тому же возникает привыкание достаточно такое мощное психологическое, то есть мы бы, микробы нам говорят, мы просто на фоне информационного шума, не слышим, да, они такие, знаешь, как вот у меня жена, она не ругается, она шепотом что-то говорит, если я не услышал, то как бы твои проблемы, так и микробы, они очень спокойно рассказывают, что надо делать, если мы могли бы себя слышать, то мы бы это делали, как пример, мне нравится вот этот пример в кино, да, человек садится смотреть кино, там XXXL ведром попкорна и съедает, еще реклама не закончилась, он же весь попкорн съел, и это пример того, что мы не слышим сигналов насыщения, которые очень тонкие, а вместо этого слышим сигналы от нервной системы, возбуждения от того, что происходит на экране, и мы как бы на автомате съедаем больше, чем нам нужно, этого человека, если мы посадим в пустую белую комнату с этим же ведром, он половины не съест, потому что он почувствует действительно насыщение, и даже практика нашего питания ежедневного, да, то есть с гаджетами, с телеком и так далее, оно про то, что мы съедаем больше, чем нам нужно было бы, это очень, насыщение, это один из самых простых сигналов, который мы вполне способны слышать, мы и его забиваем информационным шумом. То есть прием пищи без гаджетов, в кино попкорн не покупаем. Вопрос, а огород-то нужно иметь? Ну, у меня есть, я не представляю, как городской житель может себе это позволить, обеспечить, хватит ли у него на это времени, но в целом общаться с фермерами и бабушками на рынке, которые вот местные, которые что-то здесь выращивают, это очень круто, во-первых, это поддерживает местное земледелие, в отличие там от каких-то транснациональных корпораций, которые завозят просто еду. Во-вторых, это действительно позволяет нам есть очень свежую пищу, очень свежая пища от несвежей отличается тем, что свежую пищу не надо ничем обрабатывать. Каждый раз, когда мы едим пищу, привезенную издалека или которая хранится долго, нужно понимать, что она не будет храниться сама по себе, ее съедят те же самые микробы, только снаружи. Для того, чтобы она хранилась, мы должны чем-то противомикробным ее обработать, что-то в нее добавить и так далее, и так далее. И микробы внутри нас, точно так же, как микробы снаружи, они не любят противомикробные вещества. Чем ближе еда территориально к грядке, по времени, что ее сорвали и мы тут же съели, тем больше вероятность того, что в ней нет никаких противомикробных веществ, и она будет скорее помогать нашим микробам, а не мешать им. Третий совет – это как можно более свежее питание себе обеспечить, если сезон позволяет. Мы говорим про консерванты и антибиотики, которые сегодня... Консерванты, пестициды, антибиотики, да, есть целый спектр еще специальных веществ, которыми покрывают еду сверху. То есть, это не просто не полезно, а это еще и может убить бактерии внутри нас? Фактически, да. Фактически, да. Там, знаешь, как их внутри нас большое разнообразие, не все умрут сразу, но самые полезные, и это вот тоже такой парадокс, если мы вернемся к нашей метафоре про город. Мне кажется, что в городе всегда есть такие, знаешь, интеллигенты, очкарики, такие задохлики, но очень полезные. Да, то есть, вот без них город был бы уже не тот. И таких ребят проще всего обидеть, и они исчезают первыми из нашего организма, это то, что мы видим в результате исследований, наблюдений и так далее. Наша современная еда является фильтром для микробов, и те самые консерванты, антибиотики в первую очередь убивают малочисленное, но очень полезное население, огромное, но все-таки там человека сложно убить, мы созданы для того, чтобы приспосабливаться, и более того, интересно, что у современного человека мы видим, что он приспосабливается и к той еде, которая есть сейчас. То есть, возможно, как и в экологии, мы пройдем это узкое горлышко и совершенно нормально научимся переваривать нефть, антибиотики и так далее, в этом нет никакой проблемы, дай просто время для этого, и возникнет, собственно, новое поколение городских людей, которые не смогут переваривать пищу с поля, но смогут переваривать вот там картон, целлофан, и так далее, и так далее. Прям вопрос, который меня очень интересует. А можно ли заселить бактерии внутри себя для того, чтобы есть, например, пластик? Есть уже какие-то личинки, которые едят пластик, бактерии специальные, которые едят пластик. Можем ли мы искусственно сделать с собой такие преобразования и навсегда решить пластиковую проблему? Слушай, в теории никаких ограничений для этого нету, это немножко сложная задача, нам нужно, чтобы эти микробы вписались в нашу микроэкологию, но уже более 40 лет у нас есть микробы, которые съедают нефть, есть сейчас вот эта вездесущая проблема микропластика, которого мы не денемся, похоже, что никуда уже отмыться от этого невозможно, если просто мы пьем воду, скажем так, не из ледника, то, скорее всего у нас есть какое-то количество микропластика и выход такой, что создать, да, то есть какой-то генной инженерии в микробы, который свойственен нашему организму, вставить эту возможность, переваривать, возможно, что он в какой-то момент будет единственным выходом, да, и нужно в эту сторону двигаться, я не видел, чтобы прямо сейчас разрабатывались такие решения, может быть, есть, я там не очень пристально за этим слежу, но это правильное направление, то есть то количество знаний, которое мы накопили сейчас о микромире, оно позволяет нам создавать всевозможные биотехнологические решения, в том числе касающиеся там заботе о нашей микроэкологии, что сейчас делается, например, сейчас есть микробы, которые помогают нам бороться с депрессией, да, там инженерно, есть микробы, которые умеют производить отдельные нутриенты, наши там жиры какие-то и так далее, но это в ферментёре, есть микробы, которых мы можем как плёночкой побрызгать там кусок мяса, и они создадут защитную плёнку, и никакие другие микробы это не съедят, то есть это очень экологичный способ защиты нашего питания, с точки зрения вот такой микробной биотехнологии, сейчас в пищевке происходит настоящий взрыв этих технологий, мы технологически были к этому готовы достаточно давно, но не было такого важного экономического толчка по поводу того, что вот еда так дорого, так важно её сохранять и так далее, и так далее, мы ввели нашу работу экстенсивно, то есть мы просто захватывали больше территории, производили более дешёвую еду, сейчас встают вопросы неразрешимые, климат ещё немножко поддавливает, еда становится всё более ценным ресурсом, и я вижу, как компании одна с другой внедряют технологии микробные и в процессы производства, и в процессы сохранения, очень интересные есть ребята в России, у них такая концепция, что мы можем семечку побрызгать полезными микробами, из неё вырастет растение, и на листьях уже будут эти полезные микробы, то есть нам не нужно пить пробиотики из аптеки, а нам нужно будет просто есть вот такого рода живую еду, там технологически не до конца это всё решено, но в целом концепция такая, я думаю, что в оптимистичном нашем будущем микробы просто будут находиться в нашей еде, мы будем об этом заботиться, то есть это не просто будет там йогурты и ферментированные продукты, а это будет около того, что все продукты будут содержать какую-то инженерную смесь, которая помогает нам чувствовать себя лучше, и в том числе очищает, нас детоксифицирует, у нас был такой интересный эксперимент наблюдения, мы взяли какашки, данные про какашки от людей из разных регионов планеты, Россия, Китай, западные страны, и стали смотреть, по генам, а что умеют эти микробы, оказалось, что у китайцев в связи с тем, что экология гораздо хуже, микробы гораздо лучше помогают бороться с тяжелыми металлами, и это суперинтересно, то есть на них оказывается давление, уже много тяжелых металлов в атмосфере, в воде, и они помогают этим китайцам эти яды фактически детоксифицировать дополнительно, ну вот интересно, если там забрать этого микробы, подселить к человеку, который работает на вредном производстве, можем ли мы получить сокращение вредного воздействия, ну скорее всего, да, и это то, куда мы движемся, ну безвозвратно, иначе просто не выживем. То есть даже если мы искусственно не выведем каких-то микробов, которые можно подселить, то эволюция, она с этим справляется? Она справляется просто медленно, первое, и второе, что с точки зрения эволюции, те, кто не обретет этих микробов, они просто будут себя плохо чувствовать, они не будут давать потомство, они рано будут умирать, собственно, вот это мы в населении и видим, да, если посмотришь, то взрослое население в развитых странах с промышленным питанием, повальная эпидемия бесплодия, которая в том числе связана с высоким токсичным воздействием, не только с дополнительными калориями, да, ну и со всем, что там они кушают, соответственно, скорее всего, те, кто дает потомство, их микробы лучше помогают с этим справляться, и у их потомства будут такие микробы, а часть населения просто отстанет. То есть, ты знаешь, звучит немножко неэтично, да, но это процесс, который происходит, да, и мы, поскольку люди эмпатичные, наука, она и создана для того, чтобы помогать, наша задача просто научиться понять, а что есть у этих, чего нет у тех, как мы можем этот процесс ускорить и предоставить возможность всем, а не только тем, кому там повезло по какой-то причине есть там более правильную еду сейчас или просто иметь какого-то микроба у себя. Мы сейчас живем как раз в условиях с промышленным питанием, и вот как обезопасить наших детей, как сделать так, чтобы они эволюционно были более сильными? Здесь два подхода, на мой взгляд, то, что в английском языке называется топ-даун и ботом-ап, да, то есть сверху вниз, снизу вверх, сверху вниз, действительно важно об этом говорить, важно поднимать эту тему, важно ее доносить, важно делать исследования, которые показывают некоторые аспекты вреда современных ингредиентов питания, и если ты посмотришь, достаточно регулярно выходят научные сообщения о вреде очередного, не знаю, сахарозаменителя, и законодательно меняются какие-то нормы за последние 20 лет использования, например, антибиотиков в сельском хозяйстве, особенно там в производстве животного белка. Использование антибиотиков очень сильно сократилось, хотя они дают хорошие экономические промышленные результаты, именно из-за того, что антибиотики влияют на микробиом человека, их используется все меньше и меньше, и законодательно это закрепляется. С другой стороны... Не только поэтому. Да. Потому что очень много бактерий имеют резистентность сразу к многим видам антибиотиков и угрожают человечеству. Да, это одна из скрытых угроз. Где-то в десятые годы английский лорд, который взялся за эту проблему, выпустил, наверное, самый всеобъемлющий обзор, который показал достоверно, что если мы с этой проблемой ничего не будем делать, то мы просто создаем условия для возникновения нового черного лебедя. И мы как бы при возникновении микроба, который резистентен и заразен и смертелен, нам покажется эта история с ковидом просто детским садом. Потому что если возникнет такой микроб, от которого у нас не будет лекарств, вообще ничего нельзя будет сделать. Это будет новая... Да-да-да, это будет новая такая чума. Ты прав, что такие микробы уже зафиксированы, мы занимались проблемой туберкулеза. В 70-е, по-моему, годы была вспышка в Африке, такой регион, квазунатал называется, и в этом регионе были заархивированы микробы возбудителя туберкулеза, потом их разархивировали, стали изучать, и оказалось, что они в 70-е годы были уже устойчивы ко всем лекарствам, которые только появятся в будущем. То есть, такой микроб есть, просто туберкулез не очень заразная болезнь. Она такая для определенного низкого социального уровня, того, что у нас уже все чисто, то мы не сильно заражаемся этой болезнью. Если это было бы что-то более заразное, то это была бы проблема. Другая стратегия, которая есть, то есть, не с законодательного уровня, а с личного уровня, это действительно делать что-то в своей жизни, что помогает биологическому разнообразию. Точно так же, как каждый из нас лично может сортировать мусор, точно так же каждый из нас может что-то делать полезное для своих собственных микробов. Начать квасить на кухне это не про алкоголь, это про различные овощи, которые можно подвергнуть ферментации, для этого не нужны никакие исходные вещи, сделать это каким-то увлечением или частью культуры, как это и было во всем человечестве. Это совершенно нормальная история, совершенно нормальное движение, энтузиастов уже очень много. Знаешь, я вот живу в сообществе, которое все время делится друг с другом какими-то чайными грибами, кефирными грибами, вообще всевозможными заквасками, рецептами и так далее. Может ли это стать новым черным, да, там какой-то мощный рэпер, если вдруг начнет ферментировать и все за ним начнут повторять, в этом нет ничего плохого, это было бы очень круто, это пример как раз такого подхода, где человек начинает себя и в свою жизнь добавляет некоторую привычку, которая полезна ему, полезна людям вокруг и так далее, и это суперэкологично, да, то есть тебе не нужно ходить и покупать пробиотики в аптеке, ты можешь все это создать на своем столе, уровень вовлеченности в это, это 10-15 минут в день, и ты можешь получать какой-то продукт, вот если ты все наладил, это чуть-чуть больше времени, чем чистить зубы занимает, да, ты также можешь все покупать, там квасить и так далее, просто немножко уделить тому времени, это точно гораздо меньше времени, чем мы там коллективно смотрим сериалы, да, и это гораздо более полезная привычка и для здоровья, и для окружающих, и даже для нашего процесса мышления. Я, кстати, всем, кто собирается в поход, любит это дело, выезжает куда-то там по территории нашей страны, очень рекомендую завести такую привычку у какого-то местного населения искать местные ферментированные продукты, потому что, а, это безопасно, потому что если у нас есть ферментация, там нет никаких патогенов, б, это и есть как бы возобновление такого разнообразия, где-то, может быть, это какой-то кумыс, где-то, может быть, какие-то овощи, где-то можно найти какую-то вообще невероятную историю, и каждый раз, это прямо интересно, мы не первый раз сталкиваемся с традиционной ферментацией, то есть найти такой баланс. Очень интересно, у нас в царской России в XIX веке первые диссертации я нашел 1862 год или что-то такое, на Северном Кавказе наши императорские там врачи, медицинский университет, северокавказский, они обнаружили то, что мы сейчас называем тибетский гриб или кефирный гриб, они говорят, что вот народы Северного Кавказа какие-то там шарики засушивают, потом бросают молоко, они расправляются, создают кислое молоко, однодневное кислое молоко слабит, трехдневное крепит, стали этот вопрос изучать, за 30-40 лет дошло до появления кефир-лечебниц, потом с советской властью у нас возник советский кефир, который по ГОСТу как раз делается на этих грибках, и мы все из детства, вот этот вот кефир, который сверху был с такой фольгой, это вот то самое наследие одомашнивания традиционной ферментации, примерно вот тот процесс, который я предлагаю сейчас возобновлять, комбуча, как современное, тоже такое веяние полезного напитка, тоже прикольная история, потому что это чайный гриб, то есть это сообщество микроорганизмов, по-английски скоби называется, то есть это разные там и грибы, и микробы, которые вместе устойчиво создают продукт ферментации, единственное, надо смотреть каждый раз, чтобы, знаешь, как при производстве очень тянет всегда производители добавить побольше сахара, чтобы вкус был привычно сладкий, как у газировки, на это не покупаться, да, смотреть, чтобы этого сахара, углеводов в составе в принципе было небольшое количество, меньше 5 грамм, тогда есть и на вкус, чтобы это было действительно кисло, мы к этому вкусу привыкаем, если первый раз не очень, второй раз не очень, третий раз уже ничего, и к десятому разу это становится более-менее таким, знаешь, привычным, классным вкусом, который нам начинает нравиться, точно так же, как мы, ну, знаешь, развиваем свои вкусы, там, в сторону кофе, например, мы можем, не знаю, там, какой-нибудь колумбийский, от, там, не знаю, африканского отличать, или с винами это делаем, точно так же мы можем делать это и с ферментированными напитками, да, в этом, ну, нету никакого ограничения, это всегда в еде, вопрос моды, да, с амелье по чайным грибам, с амелье по чайным грибам, вполне достойная профессия будущего, правильно ли я делаю, что вывожу детей в походы, они собирают грибы, ходят на рыбалке, в общем, контактируют с природой, я это делаю немножко из других побуждений, я хочу, чтобы они были влюблены в природу так же, как и я, но я уже обратил внимание, старший ребенок в третьем классе, что она здоровее, чем ее сверстники, правильно, что ты так делаешь, я думаю, и с нами согласятся европейские педиатры, они в конце 90-х годов создали такую теорию, которая называется теория гигиены, и они прямо написали, что наша супергигиеничность и суперстерильность в быту приводит к тому, что у детей очень много аллергий, то есть опять иммунитет слишком сильно реагирует на что-то, на что он реагировать не должен, и оказывается, что в раннем детстве особенно, но и в течение всей жизни нам важно контактировать с разнообразием, мы не можем жить все время в стерильной городской квартире, и наша обстановка, там сколько бы ни было выбросов, чтобы мы не говорили об экологии, она гораздо более стерильная, чем мы жили раньше, и со временем эта теория гигиены трансформировалась, сейчас один из таких движущих умов называет эту теорию теорией старых друзей, и он описывает огромное количество научных наблюдений в разных странах, которые все сводятся к одному, что эволюционно, так в нас заложено, пока мы взрослеем, мы должны в разном возрасте контактировать с различными микроорганизмами, и это было сотню миллионов лет так, если мы сейчас фактор микроорганизмов за счет нашей стерильности убираем, и это даже может быть то, что мы сейчас называем паразитами, то есть какие-то маленькие червячки, жучки и так далее, если мы их убираем, то наша иммунная система начинает развиваться не в ту сторону. Самый яркий, наверное, пример, это борьба с гельминтами в африканском населении, у деток там протравили этих гельминтов, и тут же получили статистику атопий, то есть кожных заболеваний, слишком яркой реакции иммунной системы, такой же, как у европейских детей. Потом в эту тему стали забираться, оказывается, что гельминт, живущий внутри нашего организма, если он как бы под контролем находится нашего организма, то есть не съедает его, а все равно мы продолжаем развиваться, он вырабатывает вещество, которое работает лучше, чем современные лекарства иммуносупрессанты, то есть он немножко сдерживает активность нашего иммунитета, и это значит, что наш иммунитет, он создан, эволюционировал, в ДНК записан таким, чтобы быть очень активным, его активность немножко, например, снижалась какими-то белками из того же самого паразита, и находясь вот в этой золотой середине, он создает оптимум для выживания вот этого вида со всеми его внутренними микробами в этой среде. Если мы развиваем эту тему, да, и опять же начинаем больше наблюдать, то по-видимому, да, мы понимаем, что ребенок в детстве должен болеть, он должен болеть различными простудами, если там ходишь в детский сад, полностью познаешь вот эту историю, да, что это и есть тот момент, когда ты должен обучиться, твой иммунитет должен обучиться, как работать с этими простудами, чтобы ты, уже пройдя определенный возраст, гораздо лучше сопротивлялся всему разнообразию патогенных микробов. Все то же самое происходит и с микробами, которые не дают яркой картины заболевания, то есть они все для чего-то нужны, мы, к сожалению, сейчас даже не представляем себе всей палитры вот этой необходимости. Мне нравится очень много примеров про, скажем так, взаимодействие мамы и ребенка. Одно из открытий было, что грудное молоко тоже содержит микробиом, то есть там есть микробы, это полезные микробы, которые должны попадать с молоком матери в организм ребенка. Эти микробы очень хорошо умеют есть элементы грудного молока, специальные сахара, которые мы даже не умеем усваивать из грудного молока маминого, это специальный элемент в мамином грудном молоке для микробов, и мама вместе с этим элементом поставляет и самих микробов, и когда этот микроб съедает эти полисахариды, олигосахариды грудного молока, он как такое одеялко на слизистый ребенка выстилается и дает возможность иммунной системе доразвиться до конца, потому что наша иммунная система не развита, когда мы рождаемся, и первые 6 месяцев вообще необходимо, чтобы там был такой микроб. Так вот, оказалось, с 80-х годов, что у современных, скажем, западных женщин количество микробов в грудном молоке сокращается, а иногда полезных микробов и вовсе нет. Потому что такая еда, потому что такая среда, потому что такая стерильность, да, то есть мама в грудное молоко, все, что она ест из еды, туда все и попадает. И один из исследователей догадался, и он сам был родом из Эквадора, он поехал в Эквадор, поднялся в горы, и у местных женщин, индейцев, живущих в горах, забрал грудное молоко у кормящих матерей, привез в лабораторию, и в лаборатории отобрал самого мощного микроба, который вот он нашел в этих образцов грудного молока, сделал из него детский пробиотик, на сегодня это один из самых исследованных детских пробиотиков, то есть там под несколько сотен исследований, и он всегда деткам, маленьким помогает при плаче, при отопиях, при раздражениях, для того, чтобы укреплять их иммунитет, то есть у нас уже в западном мире микробов этих нету, а вот где-то там еще у людей, которые живут в дикой среде, они есть, это суперинтересная идея, то есть представь себе, что как у нас есть заповедники для животных и для растений, мы объявляем заповедные зоны, так на самом деле есть и люди-заповедники, которые до сих пор себе хранят наследие, микробное наследие человечества, таких мест становится все меньше, потому что жить дикой жизнью все сложнее и опять же там промышленность все больше приходит, у нас вот есть оленеводы, но там же есть и буровики и так далее, и так далее, оленеводов осталось не очень много традиционных, но они также являются резервуаром таких микробов и вполне возможно, что нам стоит озаботиться о том, чтобы создать такие, ну резервации, не знаю, если есть у этого слова плохие коннотации, надо по-другому назвать, такие заповедники, чтобы люди там могли жить своей традиционной человеческой жизнью, общаться с природой, выращивать животных, есть подножный корм, и тогда у этих людей будут правильные микробы, мы можем у них забирать какашки, сушить, нарезать на чипсы и, пожалуйста, кормить городское больное население, восстанавливая тот резервуар полезных микробов, понятно, что нужно отделять там вот паразитов от чего-то опасного, это вот яркий пример того, что мы можем подумать, что так можно сделать, а потом посмотрим, и окажется, что в миниатюре люди уже так делают, потому что людям с объединенным микробиомом мы уже пересаживаем какашки от людей с разнообразным микробиомом и получаем значимые результаты для здоровья. Я думал, что ты предложишь гельминтов продавать африканских и подсаживать европейцам, но какашки и чипсы из какашек это что-то новое. Ну такое надо какую-то модную, да, модную тему искать всегда, потому что люди, они такие, им нравится хайп. Ну и опять же, вот если говорить про пересадку, сейчас огромное такое движение есть, когда оказывается, что сообщество микробов, которые мы взяли у здорового человека, это самое лучшее лекарство. Оно помогает лучше бороться с инфекцией больничной, резистентной, чем существующие антибиотики, и это лучше работает, чем отдельный штамм или набор штаммов, которые в аптеке, в пробиотиках уже продаются, потому что это уже, знаешь, как мы население одного города, которое уже сплоченное и умеет друг с другом сосуществовать, переселили просто в заброшенный, в пустой город, и они там как бы возобновили жизнь. То есть, опять же, с точки зрения экологии, это очень логичная история перенести часть экосистемы просто в другое место полностью, и там ее здоровое разнообразие воспроизвести. Как загрязнение окружающей среды влияет на наши бактерии? Парадоксально и суперинтересно, что на самом деле то, что у нас в кишечнике и то, что в почве находится такая круговая порука на круга оборот микробов в природе. Опять же, не секрет, что почва это все остатки органики. Если мы посмотрим на гигантские пастбищные экосистемы, то роль фекалий недооценена, я бы так сказал. То есть, это вообще важная часть того, что происходит. Животные должны переваривать пищу, выкакивать какашки, на их месте должны вырастать новые грибочки, ягодки, кустики и так далее. Мы сейчас этот процесс загнали в какие-то подземные коммуникации, очистные сооружения и так далее. И тоже нарушили эту связь у нас. С одной стороны объединенные почвы, которые под воздействием пестицидов, гербицидов и, самое главное, азотофосфорных удобрений мы добавляем НПК, азотофосфор калий в почву и на самом деле переиспользуем ее, здоровая черноземная почва за счет как раз ризосферы и в целом микробов, которые живут достаточно хорошо умеют фиксировать азот из воздуха, делать неорганический азот более доступным для растений и самовоспроизводить растения более богатые не только микробами, но и питательными веществами. И эти питательные вещества влияют на нас, наверное, с обывательской точки зрения легче всего это объяснить через вкус и запах. Нам всем известны помидоры гидропонные, которые просто корешками висят в воде, и мы как раз прокачиваем через них удобрения. у нас у нас получается масса растения, но у него нет ни цвета, ни запаха, ни яркого вкуса. Цвет, запах и яркий вкус создают специальные соединения, мы их называем полифенолы, биоактивные соединения, и как раз возможность создавать эти соединения, она связана с тем, насколько у нас микробно-разнообразна почва, то есть в гидропонике нет вообще их, и у нас нету у бабушки, которая вносит навоз, каждую весну максимально ярко пахнущие помидоры, и оказывается, что через почву, таким образом, микробы из почвы, как будто бы через вещества растений посылают сигналы нашим микробам, то есть наши микробы тоже очень любят яркие вкусы, полифенольные соединения, и часто, знаешь, мы маркетингово знаем, что какао, там есть специальные соединения, которые там очень полезные, и так далее, и так далее, но мы не догадываемся, что 80% этих полифенолов какао, они бы нам не достались вообще нашему организму, если бы не наши микробы, то есть мы огромное количество биоактивных соединений из растений, из растительного мира усваиваем за счет наших микробов, и это те самые пресловутые антиоксиданты, которые нам нужны, чтобы бороться, опять же, с современным загрязнением, оказывается, что человек, живущий в дикой природе, в 3-4 раза получает больше антиоксидантов, хотя он и зрительно ест меньше растительной пищи, возможно, просто масса этой пищи, но из-за того, что она очень яркая, очень природная, очень насыщенная этими полифенолами, очень яркий вкус, очень яркий запах, он получает большое количество этих антиоксидантов из даже меньшего количества пищи, при этом современный человек, вот это тоже интересно, основной источник антиоксидантов для нас это чай и кофе, все, что мы с напитками потребляем, если мы их уберем, то мы в 10 раз меньше, то есть с едой получаем в 10 раз меньше антиоксидантов, если мы все даже будем питаться разнообразно, растительно, но эти растения, они все будут из такой современной промышленной почвы получены, то мы все равно будем находиться в дефиците, потому что плохие микробы в почве создают плохие продукты, и эти плохие продукты влияют на то, что и внутри нас плохая экология, то есть мы не можем человека изолировать от окружающей среды, и возможно, нужно начинать именно с того, как мы большую часть растений на сегодняшний момент выращиваем, чуть больше об этом заботиться, у нас Россия, слава богу, настолько богата почвами, у нас есть целые регионы, где и удобрять-то возможно ничего не нужно, все и так отлично растет, мы получаем хороший урожай, надо этим пользоваться. Мне кажется, проблема во многом связана с тем, что навоз сегодня это отход, кстати говоря, в прошлом году его признали побочным продуктом животноводства и убрали из разряда отходов, но все равно надзор оставили. В том, что мы поменяли технический прогресс, мы поменяли способ земледелия, ведения хозяйства, если раньше корова паслась на своем гектаре и его же удобряла, создавала почву, вырастали травинки и цветочки и все это шло по кругу, то сейчас мы всех коров собрали в одном помещении и у нас, если мы начнем этот навоз разово выбрасывать в окружающую среду, то это чудовищные последствия для почв, огромное количество документальных фильмов про американское животноводство, где показывают эти бассейны с навозом, который вытекает, который просто безжизненный. А такое количество азота и фосфора в воде приводит к тому, что цианобактерии развиваются, поглощают весь кислород растворенный и начинает гибнуть рыба. То есть, это все происходит вокруг таких хозяйств. Но, опять же, интересно, что и здесь микробы могут помочь. По-моему, австралийцы получили от Билла Гейтса какие-то там суперденьги на то, чтобы развивать микроб сначала, который позволит снизить у коровы выбросы метана. Это какая-то известная история пару лет назад. И в этом направлении можно двигаться. То есть, мы можем сделать из отхода, мы можем, на самом деле, сделать биотехнологические внутри этой коровы, мы можем сделать здоровый, интересный, правильный продукт, если мы немножко вмешаемся в сам процесс создания этих какашек. Мне очень нравится, что в культуре человечества раньше наши отходы называли ночное золото. И золотарь, если ты знаешь такая профессия, это человек, который вычерпывает пардон, какашки. Человек, который добывает это золото. Я очень много думал в целом про нашу страну, что, знаешь, такие большие территории, очень экологичное, может быть, сельское хозяйство, и, может быть, сейчас век нефти уходит, но если мы поднапряжемся 140-миллионным населением, мы можем весь мир просто озолотить, скажем так, и сделать это товаром реально на экспорт, потому что, будем говорить, это гораздо дороже будет, чем нефть, потому что это вот сама суть русского духа, русского здоровья в вот таком биотехнологическом продукте, людей, которые едят здоровую еду, размножают здоровых микробов, и отведав этой пищи, ты станешь счастливым, благоденствующим и так далее. И у тебя точно депрессия и тревожность пройдет. Как еще биотехнологии могут помочь в нашей борьбе за окружающую среду? Ты знаешь, сейчас появилась тема, которая называется прецизионная ферментация, precision, то есть точное английское слово здесь легло в основу. Что это значит? Мы создаем некоторую биотехнологическую систему с использованием грибов, микробов, водорослей иногда, да, может быть, добываем из них какой-то фермент, который помогает отходы сельского хозяйства превратить в высокомаржинальное, очень необходимое какое-то сырье, да, то есть это может быть, опять же, какой-то продукт для питания, да, жиры, белки, углеводы, это вполне нормальная история, это может быть какой-то фармацевтический продукт. Мы сейчас только, только, только научились инженерно создавать микробов как биологические системы, вот на моей памяти, например, что произошло, когда я учился в институте, про это только ещё говорили, да, что мы можем получать рекоменантный инсулин. Раньше инсулин добывали из свиней, да, и мы пользовались этим вот свиным инсулином, такой пептид, который помогает диабетикам, он у них очень похож, но немножко отличается. В какой-то момент была получена технология, когда кишечная палочка, генноинженерная, производит этот инсулин, мы его очищаем, и он в точности человеческий, то есть мы вставили последовательность человеческого инсулина в микроб, этот микроб производит нам инсулин, сейчас весь инсулин производится таким образом. Это вот года два или, может, год назад ремонтировали таблетки для диабетиков, теперь не нужно делать уколы, это об этом? Не-не-не, это обычный инсулин, который в уколах, который вот всегда использовался в уколах, раньше его добывали из животных, сейчас его делают генноинженерные микробы, и это был первый шаг, эта трансформация произошла там в течение последних 20 лет, вот на моей научной памяти. Сейчас мы будем получать самые какие-то яркие элементы питания, технологические, может быть, это жиры какие-то при помощи микробов, очень много, биоразлагаемый пластик, он, собственно, делается микробами тоже, да, чаще, самый распространенный способ создания биотехнологического пластика мы создаем из отходов производства сахара, из мелассы, мы создаем молочную кислоту, из молочной кислоты создаем полилактит, и полилактит это вещество, которое, ну, является лучшим биоразлагаемым пластиком, он пока дорогой, мне нравится эта история, что, в принципе, гигантская сахарная индустрия, которая уже, знаешь, она сама себя поедает, да, то есть, мы так много производим сахара, что мы вынуждены добавлять его в еду, вот, если мы весь этот сахар производственный направим во что-то более, еще более маржинальное, да, то есть, будем делать из него какие-то биотехнологические продукты, лекарства, пластики, все, что необходимо человеку, ну, такое, что-то более интересное, чем просто калории в виде сахара, это направление, которое будет развиваться, и мы там, опять же, там лекарства у нас уже есть, пластики уже такие есть, основные элементы пищи такие появляются, но интересная история биотехнологическая, опять же, про защиту растений и защиту питания, мы понимаем, что никто на поле и никто в почве лучше не защитит от вредителей, чем микроорганизмы, и у японцев есть отдельное направление, да, с опрыскиванием специальными микробами и почвы растений, и у нас в России есть такие заводы, опять же, начинают это внедрять производители, которые производят что-то маржинальное, там начинается, например, с винограда, виноград болеет, не вылечить его, там, химией нельзя, но если всех опрыскать, там, какой-нибудь синегнойной палочкой, которая безвредна в этом варианте для человека, то она поедает всех паразитов, и у нас есть хороший виноград, и эта же практика постепенно, шаг за шагом, переносится и на другое растеневодство, огромное количество фермеров, там, начинают бабушек на домашних хозяйствах до настоящих фермеров, все больше и больше пользуются такими технологическими микробами, и это, ну, как знаешь, как в серфе, это вот такая волна, которая только начинает появляться, и есть люди, которые на ней уже едут, есть люди, к которым она еще придет, они об этом не знают, мы как потребители, скорее всего, может быть, и не заметим, да, мы будем есть все те же самые, там, булочки, гамбургеры и так далее, но в них уже будут какие-то полезные микробные продукты, я бы сказал, что огурец от бабушки, это эталон, то, к чему нужно стремиться, и при этом абсолютно понятно, что бабушек на всех не хватит, и современные биотехнологические подходы, фермерстве, они позволяют накормить растущее население земли в нашей стране, в других странах, и важно, что здесь есть сейчас какие-то достижения, с одной стороны, но с другой стороны, также есть и тренд, и тенденция к созданию еще более сложных, еще более продуманных технологических решений, и очень многие компании, я работаю с десятком пищевых производителей, я вижу, что они не первый год задумываются о том, как сделать свой продукт, опять же, в рамках, может быть, каких-то экономических ограничений, более полезным для микробов, какие должны быть ингредиенты, какие технологии использоваться там, на земле, и если мы держим это в фокусе внимания, то понятно, что мы будем в эту сторону двигаться, здесь, знаешь, что помогает, что появляются сейчас голоса, или появляются сейчас возможности соотносить те затраты, которые мы делаем на создание продуктов, и те затраты, которые мы несем на лечение людей, абсолютно понятно, что, ну, как бы, это общий мешочек денег, чем дешевле мы производим еду, чем хуже, тем больше нам на другом конце нужно будет потратить, чтобы этого человека вылечить, человек сам по себе очень дорог, человек, там, 40-50-летнего возраста, мы в него вложили уже очень много денег, нам не выгодно, чтобы он болел, не выгодно, чтобы он рано умирал, нам выгодно, чтобы он как можно дольше функционировал на пике своего здоровья, вот эта тенденция гармонизации затрат на здравоохранение и на сельское хозяйство, она присутствует, опять же, на уровне, там, персональном, мы видим, что люди эти вопросы уже решают, то есть, они больше тратят на еду сегодня, чтобы меньше тратить на лекарства завтра, это уже достаточно понятная идея, мы видим уже исследования, которые показывают качество еды, отдельных элементов, использование микронутриентов в питании, да, то есть, когда еда становится лекарством, это уже лозунг для большого количества компаний, которые занимаются такими продуктами, и эта концепция, она, конечно, будет переходить и в массовое производство еды, то есть, я не исключаю, что точно так же, как, знаешь, мы в соль добавили йод, это произошло по всему миру, там, почти сто лет назад, сейчас мы точно так же добавляем отдельные витамины в массовые продукты питания, точно так же, со временем, для того, чтобы создавать продукты, полезные для микробиома людей, мы начнем в продукты добавлять и живых микробов на массовом таком уровне, да, то есть, у нас есть ферментированные продукты, есть йогурты, ну, например, у нас в какой-то продукт, который мы используем каждый день, ну, на уровне воды, да, будут добавляться микробы, потому что, с точки зрения экономики здоровья, это дешевле всем накапать, там, какие-то пробиотики во всю воду, да, чем доставлять им это как лекарство, и так далее, и так далее, а эффект массовый от здравоохранения, он будет гигантский, и опять же, возвращаясь к самому началу нашего разговора, ментальное здоровье, сейчас, например, в фокусе, потому что похоже, что потери бизнеса по пропущенным трудодням, по причине того, что человек ментально неспособен, он в тревожности, депрессии и так далее, они уже достаточно высокие, там, скажем так, в среднем экономическом классе у людей с высшим образованием, и это то, на что, то есть, экономика будет двигать, мы будем видеть, что экономически нам выгоднее производить более здоровую, более полезную еду для микробиома, и так всегда было в истории человечества, когда выходит на первое место экономика, когда мы понимаем, что мы здесь сможем сэкономить и дать определенный прирост, мы будем этим заниматься, я практически в этом уверен, или, по крайней мере, это мой такой оптимистичный сценарий. Вот я тоже думаю, что оптимистичный, если разобрать вот этот экономический вопрос по интересам, то у сельхозпроизводителей и вообще производителей еды, им важно минимизировать издержки, то есть, более дешевую еду производить в больших объемах, поставлять. Фармацевтическим компаниям, наверное, интересно, как можно больше продать лекарства и медицинского оборудования. Где вот субъект вот в этой цепочке, который будет заинтересован в том, чтобы люди были более здоровыми? Мы сейчас массово, скажем так, на уровне человечества переходим к такому понятию human-centric, то есть, человекоцентричное здравоохранение, и мы как раз боремся с этой историей, что фармкомпании важно продать больше лекарств, значит, выгодно, чтобы больше людей болели продолжительное время и использовали эти лекарства лучше, с раннего возраста по, собственно, окончании жизни. Как это решится, я, честно говоря, не знаю. И, опять же, в этой обстановке действовать с личного, персонального уровня кажется вполне разумным. То есть, создавать такой голос людей, которые говорят, да, мы готовы платить за еду премиум, если мы понимаем, кто ее произвел как, да, мы готовы использовать. Это же точно так же, как там в одежде, в отходах и так далее. Человек-потребитель стал выбирать пластик, который перерабатывается, одежда, которая лучше перерабатывается. Сейчас все производители упаковки и все производители одежды и так далее, и так далее, учитывают это. Это выше определенного сегмента, ниже определенного уровня доходов. Но человеку просто важно купить одежду или купить упаковку, он не задумывается, перерабатывается она или нет. Так и здесь эта идея будет появляться. Проблемная сторона истории, как мне кажется, опять же, с точки зрения экономики, что происходит расслоение, что появляются люди, которым доступна более экологичная, чистая, здоровая еда, и люди, которым такая еда недоступна, они вынуждены покупать еду очень плохого качества, портить своё здоровье и раньше становиться клиентами фармкомпаний. В западных странах это гораздо более ярко выраженная тенденция, у нас ещё социальные лифты, продуктовые лифты, микробиомные лифты ещё активно работают, у нас очень большая культура поддержки друг друга, у нас есть дачи и личные подсобные хозяйства, у нас люди нашего возраста с тобой всё ещё умеют квасить капусту и выращивать что-то на грядках, и это совершенно там не зашкварно и даже интересно и модно. Я думаю, что надо это поддерживать. У меня последний вопрос. Какой главный совет ты можешь дать человечеству, чтобы мы могли сохранить наше здоровье как можно дольше? Ну, ничего лучше, чем учитесь какать, я, наверное, сказать не могу. Смотреть за своими какашками и какашками своих детей. И своих детей, и своих родителей, и понимать, как наладить этот процесс с помощью своего питания и своих микроорганизмов. Это некоторый путь к счастливому долголетию. Самое простое, что мы можем сделать уже сегодня. Спасибо большое за этот великолепный разговор. Да, спасибо. Было очень интересно. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что досмотрели или дослушали этот подкаст до конца. Пишите в комментариях, кого ещё нам стоит пригласить в нашу студию. И не забывайте подписываться на наши обновления, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok